вот гад не хочет нас приветствовать видимо слишком мало времени прошло с чего нужно подождать подольше да пока не включается непонятно почему интересно интересно и снова здравствуйте друзья мое путешествие по россии продолжается уже традиционное начало стало такой да путешествие продолжается продолжается сейчас я нахожусь неподалеку от города екатеринбург а точнее верхняя пышма здесь есть салон джили и сюда верхнюю пышму привезли новенький джили припейс это седан довольно таки достойно достойно выглядит по технической части еще пока не изучал не знаю но сейчас изучим сейчас нам все про него расскажет сколько он стоит что у него под капотом какая у него техническая часть всего внимательно изучим в автослоне джили идемте здравствуйте расскажите нам пожалуйста про новиночку на российском рынке это джили припейс давно появился в продаже буквально вот на днях поступили мне как повезло друзья заехал и вот поступил новенький припейс что это у нас dc класс я бы сказал что скорее д д уже ну да большой огромный кому составит конкуренцию припейс на сейчас на данный момент на текущий момент ну toyota camry ну camry ушла уж давно вы ее выгнали с российского рынка 0 и она сама если брать аналогичные модели по китайскому рынку да получается да конечно только китайцы других то и нету что у нас в этом классе ну тогда помогу я вам и конкурентом встанет ариза 8 черри ариза 8 нас оснащена также семиступенчатым роботом как и джили при фее здесь тоже семиступенчатый робот двигатель 20 200 лошадиных сил там лошадей поменьше там 186 двигатель там 1686 здесь же двушка как вы друзья любите откроем посмотрим подкапотку как она оформлена если газовые упоры на работе друзья газовые упоры есть есть шумоизоляция подкапотного пространства верхняя часть вот это вот пластиковая на что еще стоит обратить внимание сразу же смотрим вот на эти все пластиковые трубочки какие здесь хомуты вот мне в китайцах много многих не нравится то что отсутствует хомуты здесь почти что такая же система но в отличие от через здесь пластиковых трубок поменьше оптика светодиодная во всех комплектациях во всех будет светодиоды датчики парковки передние и задние присутствуют есть система удержания в полосе движения есть адаптивный круиз-контроль все мы видим исходящего что я описывал есть радар есть система удержания вот здесь она закреплена или я ошибаюсь адаптивного круиз-контроля нет есть максималки да также видим в камеру кровообзора 360 градусов мониторинг слепых зон сзади к сожалению в данном исполнении отсутствует вообще он есть доступен или нет не будет нажимаем его чудо у нас открылся багажник петли не закрыты металлически здесь видим шумоизоляция сделано дака . комплект инструментов знак аварийной остановки все отделано фетровым материалом можно сказать сделано шумоизоляция фетровые подкрылки задняя 7 и также смотрим на передней оси сэкономили или нет нет друзья не сэкономили на передней оси тоже видим фетровые подкрылки 2700 минималка 3 217 стоимость данного автомобиля комплектации флаг шип вместо довольно таки много здесь мы видим сразу же подлокотник с подстаканниками второй ряд греется кнопки обогрева расположились задней части преднеподлокотника есть тайп сислу ките избе слот есть кармашки отделка здесь и к кожи черная крыша друзьям 3 подголовника присутствует строчка не красная а какая-то оранжевая друзья перфорация есть по тактильным ощущением кожа довольно таки износостойкая и вот так вот выглядит дверная карта здесь у нас спиннин и винил мягкий также вставка языка кожи ручка открывание двери посмотрите каким образом оформлена довольно таки непривычно стеклоподъемники органайзер нижняя часть выполнена из пластика и оптика оценим как светится сзади красиво да светлеводная линия кресло переднего пассажира регулируется за счет электроприводов считаем скольки направлениях раз два три четыре четыре направления также видим перфорацию подголовники не встроены регулируется по высоте и ставка языка кожи здесь у нас спиннин и винил подушка безопасности раз подушка безопасности 2 подушка безопасности 3 8 6 подушек безопасности точно есть вид на дверную карту со стороны переднего пассажира здесь у нас такая же изящная ручка для открывания двери стеклоподъемник органайзер и что вы хотели сказать может быть обратили внимание здесь такая скрытая ручка дверная то есть ее визуально в салоне не видно да то есть за нее очень удобно открывать и закрывать крутой девайс да друзья визуально как бы не видно когда сидишь в салоне кажется за что схватиться чтобы закрыть вышел а вот сюда руку заводим и закрываем присаживайтесь за руль мы сядем сбоку вот гад не хочет нас приветствовать видимо слишком мало времени прошло с чего с того как вышли не зашли нужно подождать подольше до пока не включается непонятно почему интересно интересно ну скорее всего автобир ждет когда его заведут давайте заведем ну на секундочку то туда-сюда о все заработал теперь заглушен все теперь можно что-то подтверждать что-то смотреть уже как бы все нормально давайте покажем как работает система 360 градусов а я боюсь что она в незаведенном режиме тоже может не запуститься может в менюшке где-нибудь она есть там наберем вот так посмотрим 360 ладно попросили не запускать двигатель не будем запускать двигатель посмотрим какие есть системы android auto есть авто до аналог аналог до работает нормально не глючит все четко классно можем по цене телефон есть медиа также что такое это у нас настройка выдержание полосы движения систем кондиционер климат однозонный двухзонный что здесь климат здесь зоны две зоны зона водителя зона пассажира здесь регулируется да получается подогрев сидений подогрев руля подогрев лобового стекла обогрева сидений обоих рядов и вентиляция вентиляция даже есть водитель пассажир а вот у нас обогрев рулевого колеса лоб тоже греется вижу линии вижу сетка есть в лбу нету панорама нету электролюка и недоступно и не будет да но нам в принципе в россии панорама электролюк не нужен нам главное чтобы грелся руль велся лоб грелись сидения вентиляция не помешает так как сидение из эко-кожи ткани нету и не будет понятно по музыке что можно сказать какая здесь аудиосистема здесь аудиосистема инфинити инфинити это название сеточек на колонке или до настоящие как бы инфинити и у нас 8 динамиков и встроенный сабвуфер это как бы девятый динамик идет сабвуфер лично путаю не знаю как называется рулевая колонка регулируется механически по углу наклона вылету наверное да какие во многих автомобилях такого класса да все верно есть управление на рулевом колесе можем управлять бортевым компьютером можем управлять мультимедийной системой самое главное у нас есть кнопочка старт стоп цифровой щиток приборов аналогового прибора не бывает проекция надо было 100 и стекло бывает реакции нет это максимально капитация проекция здесь не будет и также прошу обратить внимание что управление селектора кпп да то есть у нас здесь за рулем вот а я хотел спросить где шайба где селектор он переехал на рулевую колонку то есть семиступенчатый робот управляется вот здесь до переключаем режим а подрулевые лепестки привыче не передать рулевых отсутствует двигатель еще раз напомни какой стоит здесь передний привод полноприводных версий нет на задней оси подвеска независимая пружинная подушек безопасности я насчитал 6 сколько их на самом деле 6 подушек да а в минимальной комплектации или в минимальной тоже больше без разницы да все отлично что еще спросить беспроводную зарядку потерял охота бы было увидеть в этой комплектации не туда тоннельная часть парящая и избе слот здесь присутствует type-c слот есть также розетка на 12 вольт ниша подлокотника к сожалению без охлаждения вот тут подставочка для ключей охлаждения нету на мой взгляд простенько не сказать что вау фиг все супер классно с другой же стороны все японцы они тоже такие консервативные они простые в отделке материалов и вот этот автомобиль приближен ближе к японцам либо к европейцам конкуренцию он бы конечно с удовольствием составила щас группа и фэйс toyota camry но к сожалению камни на российском рынке нет есть через ариза 8 и вот именно за цену сколько он стоит скидок от 2 миллиона 700 2 700 ну ариза тоже где-то 2 700 стоит ну в этот этот автомобиль видео вы продаете за 300 без учета скидок данная машина стоит 3 миллиона 100 тысяч рублей ариза тоже стоит 300 варите тоже 7 ступенчатый робот как и здесь в аризе двигатель не 200 лошадей а меньше 16 186 лошадей единственное явное преимущество вот именно при при фейса здесь 20 агрессивный внешний вид очень сильно нам напоминает автомобили компании volvo согласитесь со мной на volvo при фейс очень очень сильно похож и также похож на младшую модель джили м грант эмигрант который все друзья вот такая новиночка на российском рынке джили при фейс приехал в продажу да на в россию думаю машина будет пользоваться спросом хотя опять же стоит сказать что за 3 миллиона за 300 есть кроссоверы добавили немножко 1300 и уехали вот на таком шикарном переднеприводом днем джили атлас что лучше седан либо кроссовер то тут конечно же если выбираем семью то кроссовер если выбираем автомобиль для такси то конечно же седан ну не в обиду сказано да кто покупает седаны ноги нравится управлять седанами многие не хотят ездить на кроссовере и вот именно для таких людей завезли при фейс круче чего-то среднего до а средний это у нас был джили эмигрант все друзья до новых встреч